Макс он на меня пшикнул. Ну здрасте, мы в городе Приозерск. Мы это я и еще один Макс. Не удалось в эти выходные сообразить хотя бы на троих, поэтому мы сообразили с Максом на двоих небольшую покатушку на два дня. Маршрутик этой покатушки мне подкинул подписчик еще в прошлом году по зиме. Я его немножко нарастил, потому что он стартовал в Кузнечном. Ну немножечко видоизменил, но в целом он остался точно таким же, как был передан мне, скажем так. Вот, поэтому очень спокойненько, как говорится, немастная фраза начали на расслабоне. За два дня мы лесами-полями доедем до Выборга и и без лишних рассусоливаний Приозерск мы покидаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, в общем, то есть Приозерска мы выехали по второстепенной дороге, не по новой сортовали, а по старой. Здесь довольно уютно, асфальт хороший, машин особо нету. В принципе, виды плюс-минус те же. В общем-то, по приезде в Кузнечное, то есть через буквально километров 20 от старта мы решили, собственно, нормально пообедать. Ну, я как минимум. Ну и Макс тоже пользуюсь случаем. Будет обедать сейчас. Пирожком. 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 и в кузнечном и сейчас в сторону кузнечного встречаем велосипедистов туристов смысле туристов велосипедистов туристов пешеходных завались всегда было вот сегодня прям в изрядном количестве и велотуристы что принципе радует едут руками машут то есть не как вот то деревенское быдло в акуловке дяденька которого мы встретили кузнечном он нам сказал что местами очень грязно будем пачкаться и так миновали деревню севастьянова мы собственно здесь на нашем пути сегодня асфальт по идее заканчивается дальше еще километров наверно 40 у нас в режиме приключений что нас там ждет мы не знаем мы там еще не были поэтому как говорится давайте углубляться и наслаждаться в грунтовые дороги ленобласти обнаружился некий родник он же колодец за деревней шушина так выглядит будем проверять вроде ничего не пахнет нормально вода как хочешь ну ладно нормально чистенько на вкус никакого послевкусия нету в чем-то мы въехали на территорию больших луж на гравийной дороге что ж будем превозмогать потихонечку аккуратно чтобы не носом как вася это исполнил тут недавно вот нам нам такое не надо но аккуратненько потихонечку осмотрительно осмотрительно надо вот большая лужа например макс давай покажи как осмотрительно проезжать лужу а вот и дядьки на гравл байках подтянулись на наш маршрут они не турингуют просто катаются в смысле а можно и пешочком какая красивая нижняя передача здесь мой бро потому что тут прям такие иногда подъемы и спуски что он не разгонишься а то и вообще лучше пешком заходить вот некоторые получается вехать приятненько сандаль тащит и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, им какой-то поселочек, не поселочек, не знаю, знака не было. Может, какой-то старый финский хутор, где что-то осталось, и здесь построились новые дома. Ну, вот тут такие дома из серии «Живут же люди», потому что прям такие ого-го фазенды с вазами для цветов на въезде и всем вот этим. Ну, как бы, красиво, несмотря на то, что такие, по сути, перди, конечно, но, как говорится, красиво жить не запретишь, и люди здесь. Прям на все деньги, по-моему, живут. Пока что дорога очень классная. Ну, я не знаю, мы проехали, может, километров 10 по ней. Есть прям такие очень серьезные подъемы, каменистые, с торчащими большими камнями, скалы какие-то небольшие. В общем, в принципе, этот маршрут, часть этого маршрута, по которому мы сегодня едем, он был в паблике Tales of Trails. Вот двое ребят, которые нас обогнали на Гравиньках, на Ронинах, кстати. Они, собственно, по нему едут. Он занимает, он насчитывает ровно 100 километров от Кузнечного до Выборга. И вообще, как бы, напрашивается мы слишком как-нибудь преодолеть всей маршрут однодневно, а не, как мы сегодня, с ночевкой. Да. Озеро Лембо. Такое, крутуазное, я бы сказал, название. Исходя из того, насколько оно близко к дороге, я думаю, тут эту дорогу заливает к чертовой матери, когда оно разливается по весне. Потому что вот настолько оно близко к дороге. У нас случился асфальт в деревне Маслова. Я предлагаю местным жителям построить у них в Маслова пирамиду. Чтобы была пирамида Маслова. Такое народное творчество. Есть туалет. Вот это сервис. Вот это круто. Это прям топчик. А не просто магазин, где бы ты там. А вот. Ну так вот, а полмагазинчиков Михалева мы, наверное, крайне раза сегодня посидели отдохнули. Попили квасу. Купили с собой бутылочку. Немножко, так сказать, размялись. Вот. Навигатор в лице приложения Гуру Мэпс пишет мне, что до финиша нам осталось 17 километров. Место подтвержденное, собственно, человеком, который мне маршрутик этот заслал. Так что, я думаю, все будет нормально. Ну, может, там будет занято. Ух, какая горка. Потом сразу вверх. Ну, в общем, не буду я трындеть на горе. А то мало ли там что. Хотя. Не, по трындю на горе. Ладно. Уговорили. А, нет. Внизу были два лежачих полицейских. Вот, нате, здрасте. Все, что только я рассказал Максу, как я люблю. Пусть плохенькие асфальтовые дороги, но абсолютно без трафика. Как навигатор говорит. Вам налево. Ну, налево, так налево. А налево у нас лес. Макс. 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 Мы сейчас находимся на таком вот деревянном мосту. Макс. 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 будет классное и место классное, место теперь свободное и даже с ништяками, что просто, я считаю, суперская удача. Вот так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, довольно приятно встречать вечер, вот сейчас, когда так называемый «золотой час» происходит, с такой вот резиновым стаканчиком вина, который нам досталось на халяву. Сейчас доспевают угли и халявные, и мы будем на них жарить халявную индейку, заедать это дело халявным сыром, и нас будут при этом окуривать халявные спиральки от комаров. Стоит ли говорить что-либо еще? Такого хорошего попадалого очень давно не было. Пожалуй, последний раз мы так хорошо попали с Виктором, когда карельская семья нас взяла в плен и кормила в Ильинском на пляже на Ладоге. А тут мало того, что нас накормили, оставили еды и питья и уехали. Оставив нам еще. Отличное, офигенное просто место, с классным видом на закат. Типичный байкпакинг. Да, типичный байкпакинг. Еще, Макс, вот это покажи тебе ближе там. Что мы так вместе в кадре были, да, как бы вот. И как бы оно тяжелое. Да, там больше половины. Вот. Это просто вот слава программистам, которые здесь тусили, разговаривали на программистском языке и оставили нам пусть немного, но все это вкусно и съедобно и приятно. Самое печальное, что теперь я понимаю, что я зря тащил вот эти полкилограмма. Так, короче, мы поели, попили, потусили, поболтали, погуляли. Под вечер к нам, условно говоря, присоединился еще один велотурист, который встал лагерем там в стороночке. Мы его, честно говоря, побаиваемся пока что, потому что он странненький. Ну, он прикольно улыбается. Очень странно улыбается. Ну вот. Дяденька приехал, сортовал сюда и двигается в тот же выбор, куда и мы завтра двинем. Вот. То есть я считаю, что у нас сегодня день максимально неплохо прошел. Местами мы поогребали, местами был хороший асфальт, были хорошие магазины с хорошим выбором. И как итог, просто какая-то поляна неслыханной щедрости, на которой мы сегодня ночуем. Индейка была шикарна, вино было хорошо, единственное, что не было хорошо, это последние километров 15. Если вы хотите вытрясти из себя все дерьмо, позабираться в большие горки, вам туда. Ну, на самом деле, ты перебарщиваешь. 15 километров были как бы, ну, местами сложные, но вот последние, наверное, два-два с половиной были прям неприятными. Наверное, даже последние полтора были неприятными, а все остальное было вполне проезжаемо или как минимум проходимо. Чувак, мы последние полтора километра шли пешком. Да, я про это сказал. По болоту! Да. Ну, оно того стоило? Оно того стоило. Оно того стоило. Оно того стоило. Так что, сегодня мы, получается, закругляемся. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем спасибо. Всем пока. Если хотите присоединиться к вот этим замечательным людям, подписывайтесь на наш Бусти канал. И за небольшие деньги смотрите все видосы намного раньше срока их общественного доступа. Мы вас любим! Всем пока!